Я хочу напомнить просто два места Писания. Это очень важно для нашего сегодняшнего служения. Бог когда-то сказал пророку Еремии, это первая глава пророка Еремии, седьмого стиха Бог говорит так, «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю, тебе скажешь». Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Бог говорит Еремии, я коснулся твоих уст, и ты будешь своими словами, ты будешь говорить. Когда ты будешь говорить, ты будешь искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. Служение внутреннего исцеления – это служение сердца, слов и Божьей благодати. Три главных фактора, которые участвуют в этом служении. Мое сердце или вера моего сердца, исповедание моих уст и сила Святого Духа. Вот эти три момента. Иисус когда-то сказал смоковнице, чтобы от нее больше никогда не было плода. И ученики говорят, смотри, Господи, она засохла. Иисус говорит, что если вы скажете что-то своими устами и не усомнитесь вашим сердцем, то будет все, что вы скажете. Так вот, это служение, которое мы совершаем, когда мы каемся в грехах, мы говорим, Господь, я в этом каюсь, я в это верю, я говорю своими устами, говорю, от этого отрекаюсь. Когда я говорю и верю, Дух Святой это уничтожает. Кровью Иисуса Христа. В Иисусе уже сделано все, в жертве Иисуса есть все. Поэтому, когда я говорю во имя Иисуса, там включено все. И прощение, и исцеление, и освобождение, и благословение. Там все. Поэтому я говорю во имя Иисуса, это значит, все детали жертвы Иисуса, они уже включены в имени Иисуса. Поэтому, когда я прощаю, говорю, Господь, этого человека прощаю, я верю в это, я провозглашаю, я отрекаюсь от этой обиды во имя Иисуса. Я вырываю этот корень. Когда я говорю, я в это верю, и оно происходит. Я говорю, я отворачиваюсь от старой жизни, и это происходит. Я говорю, я вырываю эти горькие посевы, и это происходит. Я говорю, я отрекаюсь от этих слов, которые я говорил, и это происходит. Я разрушаю эти слова, и это происходит. Когда мы говорим, это происходит. Поэтому внутреннее исцеление – это служение веры сердца и уст. Поэтому, когда мы будут служить, очень важно это говорить с верой и говорить своими устами. И все, что вы говорите, вы это будете видеть во имя Иисуса Христа. Аминь. И значит, мы немножко повторим то, что у нас было вчера, напомним некоторые темы и как бы расширим некоторыми примерами, потому что вчера хотелось за такое короткое время рассказать все. И сегодня мы немножко более детально об этом поговорим. Но прежде чем мы коснемся наших тем, я хочу немножко рассказать о себе. И это мое личное свидетельство, как я проходил вот такое же самое служение. Наша церковь образовалась из людей, которые были изранены, которые были в разных церквях, которые имели очень негативный опыт. И среди людей, так у нас и называла наша церковь, это церковь раненых. Вот. И мы служили раненым людям. Вы знаете, что делают раненые люди? Они ранят других. Поэтому раненые люди, они не способны ни любовь принять, ни любовь отдать. Они не способны выполнять то, что они хотят делать. Они хотят, сознают, понимают, но что-то комплексует и не позволяет им ни выражать свою любовь, ни выражать свои чувства, ни проявлять свою заботу, ни проявлять внимание, ни принимать. Ничего не получается. И мы молились, чтобы Господь что-то с нами сделал. И так получилось, что мы узнали, что появилось такое служение внутреннего исцеления. Наша команда в количестве 11 человек. Мы уехали. Поехали на это служение. И для нас это было все новое. И там была команда таких молодых верующих людей. Совершенно молодых. И церковь, которая проводила это служение, я туда приезжал, проповедовал, служил им. Ну, то есть я пастор, проповедник, учитель. Я их учу, и я тут приезжаю. Мы приезжаем, чтобы они нам служили. И нам говорят, ну, вы знаете, станьте как дети, снимите ваши погоны, забудьте, кто вы, и будьте как дети. Ну, сложновато было нам становиться детьми, но тем не менее, Бог сделал чудо. И вы знаете, я, когда слышал темы, и потом были молитвы, я увидел всю свою жизнь. От самого детства и до того момента, как я попал на это служение. Перед тем, как я попал на это служение, были разные моменты, которые привели меня к такому состоянию, что я решил вообще уйти из служения. Я был уже пастором 7 лет, и я решил оставить это служение. И я передал служение старшему брату, решил уйти в бизнес, решил заниматься риэлторством, продавать дома, покупать. И мы с моей женой уже прошли курсы на риэлторов, осталось только сдать экзамен. И мы попадаем на это служение. И когда мы были на этом служении, Бог показал мне мою жизнь. И я лежал на полу, я ревел, как ребенок. От самого детства и вот до того момента, как я вот был на этом служении. Я родился в большой семье, у нас 9 детей. И я по счету 7-й. У меня глаза не такие, как у моих братьев и сестер. У всех голубые, у меня карые. Ну и так они просто шутили, говорили, Васька, ты не наш, ты соседский, ты голодуткин. А голодуткин у нас были соседи через забор. Такие они полу-цыгане, полу-молдаване, в общем, наркомане, дети всегда были в тюрьмах, и постоянно там была милиция. Родители так на весь двор кричали, проклиная своих детей. В общем, вот такая вот семья. Один выходил, второй садился, тот выходил, тот садился. Ну, ужасная семья. Меня прописали к этой семье. Ну, на тот момент я этого ничего не понимал. Мое детство прошло в детском садике. Круглосуточный детский садик. Это так, тебе в понедельник сдают, и в субботу, в воскресенье возвращаешься домой. И в детском садике прошло мое детство. Потом продленка. Я был очень таким веселым парнем, шустрым парнем, и меня постоянно наказывали, потому что я был очень таким, говорят, балованным. Но я не понимал, что такое балованный. И я получал наказание, но я даже не понимал, за что меня бьют, за что меня наказывают. Ну, в общем, так я жил. Верующая семья. Папа был очень верующий. И так как были верующие, были христианские понимания, что есть мирская прическа, есть христианская прическа. И папа всегда настрих по чубчик, меня, по крайней мере. И когда в школу приходишь, у всех там ребята под канатку-то достригли, я не знаю, кто помнит те времена. Ну, я прихожу, у меня чубчик. У меня были большие уши, чубчик. А летом вообще, когда был маленький, гулял на поляне, был раздет, у меня был большой пуп, который так очень сильно торчал. В общем, большой пуп, большие уши, чубчик. В общем, ну, красавчик. В школе все знали, что ты верующий. И были праздники 8 марта, 23 февраля. У меня были старшие братья, которым всегда новые покупали. А так как я третий, то я уже донашивал то, что они не доносили. И вот можете представить этого красавца. До 8 класса влюблялся. В первом классе писал записочки «Я тебя люблю». И у меня всегда была такая, знаете, односторонняя любовь, разбитое сердце. 23 февраля, всем подарки, а тебе как-то, ну, не получается. Верующая семья, много детей, одежда, прическа. Вот эти все моменты. И ты вот такой вот, ну, неправильный в этом обществе. Я помню, приехал в Мариуполе, раньше это был Жданов, и вышел на улицу гулять. И там стоит толпа ребят, ну, моего возраста. И они так глянули на меня. Чу-чундра пришел. Я не знаю, что это значит слово, но я понял, что оно не очень такое, комплимент не очень лестный. И так мое детство прошло. Потом я покаялся, покаялся я, пришел в церковь. И знаете, как вот бывает, собрание закончилось, и когда люди хорошо знают друг друга, и там, Коля, там, Маша, я тебя жду, давай, быстрее там. И я стою в дверях, и вот так вот сквозь меня проходят, и меня не видят. Я шел домой и плачу, говорю, Господи, почему у меня так? У меня нет ни друзей, никого. Почему я такой одинокий? Дай мне друзей. Появились у меня друзья, а я покаялся, такой очень верующий, очень верующий. И когда там братья что-то говорили, нужно делать, я делал все, что братья говорили. Ну, а молодежь была немножко по-другому, они на все это смотрели. Ну, и тоже я не очень вписывался в тот интерьер моих друзей, с которыми я был. И я плакал от моих друзей, говорю, Господи, что за друзей ты мне дал? Ну, что за друзья такие у меня появились? И так вот проходила моя юность. Горел для Бога, любил Бога. Делали то, что понимали, нужно делать. Пришел с армии, евангелизация, к цыганам пройти проповедовать. Короче, меня братья вызывают так. Никаких молодежных, никаких собраний, все должно быть тихо. Хороводы должны молкнуть, такие были откровения. Поэтому, когда встречался с служителями, всегда только потому, что я делал что-то неправильно. А делал неправильно, потому что проповедовал людям. Потому что всегда была толпа молодежи, куда-то шли, что-то делали, куда-то ехали. И вот с таким вот я прожил. 29 лет уезжая в Америку, говорю, помолитесь, мы едем в Америку. Мы за таких не молимся, мы таких не благословляем. Вся моя юность прошла в церкви, и так вот меня церковь проводила в Америку. Я приехал в Америку вот так вот, занимаясь молодежью, Бог дает откровения, новое понимание, разрушает Бог твердыни. Я начинаю об этом проповедовать, опять непонимание, опять непринятие, опять... И вот так вот вся моя жизнь. И потом получилось так, что был конфликт с сестрами, и мы сидим вместе, разговариваем. И потом нужно было помолиться. И я понимаю, нужно молиться, но я не могу молиться. У меня в горле стоят слова. Примите меня, я же ваш. И вот я не понимал, что это такое. Я не понимал, что со мной происходит. Но есть такое понимание, о котором мы вчера говорили, отверженности. Когда приходит отверженность, вот это тебя сопровождает всю твою жизнь. И там, на этом служении, Бог меня исцелил. Бог исцелил мои душевные раны, Бог освободил меня от отверженности. Бог наполнил мое сердце любовью, и мы начали служить. И с этих пор прошло уже 20 лет. Поэтому я сегодня здесь, и я служу благодаря этому служению. Если бы я не попал на такое служение, я не знаю, где бы я был, чем бы я занимался. И вообще, как есть такая песня. Если бы не Иисус, где бы я был сейчас. Жил бы я или не жил на земле в этот час. Но слава Богу за Иисуса, который исцеляет. Аминь. Поэтому, когда мы прошли это служение, мы поняли, что это служение нужно всем. Без исключения. Некоторые люди думают, да, мне это не надо. А оно нужно всем. И за эти годы, за 20 лет мы служили очень много. И в России, и в Сибири, и в Украине, и в Германии, и в Канаде, и по Америке. И уже служили и на Кубе. Поэтому мы видели, какие чудеса Бог делает с людьми, с ихними жизнями. Какими люди приезжают и какими они уезжают. Конечно, мы проводили такое служение в другом немножко формате. Когда люди выезжают на три дня, там звучат темы более обширно. Много музыки, много слова, много молитвы, поклонения. Такая атмосфера, люди открыты. И поэтому, когда уже возвращаются домой, совершенно с другими чувствами, переживаниями, взглядом на жизнь. Сердце другое, исцеленное, освобожденное. И мы видели много чудес. Сегодня у нас немножко другой формат, но Бог тот же самый. Поэтому, когда мы начинаем понимать, Бог просвещает наше сердце, показывает нам наши боли, наши раны, наши проблемы. И мы смело разбираемся с ними, тогда что-то происходит с нашим сердцем. Мы вчера начинали нашу тему с тему греха. Вы знаете, мы иногда очень легкомысленно к этому относимся, но грех – это самая разрушительная сила. И так как мы родились свыше, мы стали Божьими детьми, у нас есть власть, у нас есть право жить свободно. У нас есть право жить победной жизнью. Иногда мы думаем и мы просим Бога, Бог, освободи меня, Бог, избавь меня. А Бог дал мне власть. Бог говорит, ты должен почитать себя мертвым. И я дал тебе власть. Ты умер во Христе. Поэтому тебе необходимо смерть Иисуса применять в свою личную жизнь. Поэтому мы можем жить в победе, мы можем жить в свободе. У нас есть на это власть и сила. Иногда мы заигрываем с грехом, думая, что, ну, ничего страшного. Знаете, вот такая вот есть привычка у людей. Со всеми это может случиться, а со мною этого не произойдет. Ну, вот негативные такие моменты. Когда наркоманы хоронят наркоманов, которые умерли перед дозировкой, они все думают, что со мною этого не произойдет. Потому что они думают, что кого-то это коснется, но не меня. Так вот, когда человек отдает себя греху, он думает, что грех чью-то жизнь разрушит, но не мою. Чей-то бизнес разрушит, но не мой. Чью-то семью разрушит, но не мою. Чей-то брак разрушит, но не мой. Мы думаем, что грех надо мною или в моей жизни будет более лояльным. Но грех он по-настоящему убивает. Библия говорит, когда мы делаем грех, сделанный грех рождает смерть. И это факт. Это факт, от которого мы не уйдем. Хотя мы, может быть, сразу не видим этой разрушительной силы. Я слышал как-то историю, как, когда разводится очень много волков в лесу, и хотят их сократить, количество волков. Среди зимы находят большую поляну в лесу, и берут острые ножи, которые заточены с обоих сторон. Эти ножи вмокают в кровь, и когда кровь уже высыхает, обливают холодной водой, и они обмерзают. То есть нож, покрытый кровью и водой обмерзший. И эти ножи, они закапывают на этой поляне колодкой вниз, и только лезвия торчат. И волки, они чувствуют запах крови. Вот, как я говорил вчера про акулу, акула, она чувствует запах крови, и она идет на кровь. Так вот, волки, они тоже чувствуют запах крови. И они собираются на этой поляне. И они начинают лизать эти ножи. И когда они лижут ножи, они не замечают, как они режут свои собственные языки. И со временем они уже лижут свою собственную кровь. И вот этот запах крови, он настолько их возбуждает, что они в такой страсти сами себя уничтожают на этой поляне. И за ними уже не нужно охотиться, они сами себя убивают. Так вот, то же самое делает дьявол. Он подсаживает человека на какой-то грех, и он понимает, что этот грех его убьет. И с ним больше не нужно заниматься, не нужно напрягаться, потому что его привычка, его грех его уничтожит. И когда мы себя этому предаем, приходит разрушение в нашу жизнь, которое влияет на все сферы нашей жизни. И грех убивает людей. Поэтому Иисус пришел самое первое для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Для того, чтобы эта страсть греховная умерла в нас. Иисус взял нашу греховную природу на крест и распял. И в его смерти есть свобода от всякого греховного плена, какой бы он ни был. Иисус разрушил дела дьявола. Поэтому, когда рабство приходит в жизнь человека, я верю в то, что Иисус умер, заплатил, и я каюсь, исповедую, признаю, отрекаюсь. Кровь Иисуса меня очищает сначала от вины, а потом Божья благодать и помазание освобождает меня от власти и рабства. И это реально. Какой бы грех ни был в жизни человека, Бог освобождает от всякого плена. Аминь. Поэтому первое, с чем нам нужно разобраться, это грех. Иногда люди думают, ну, сейчас я начну рассказывать, это такое страшное, такого, наверное, ни у кого в жизни нет. Нет ничего нового под солнцем. Все грехи одинаковые. У дьявола все одинаковое. Он ничего нового придумать не может. Поэтому вашими исповеданиями вы никого не удивите. Что интересно, вот сколько я служил людям на протяжении 20 лет. Вот бывает так, что ты человеку послужил, с ним помолился. Потом проходит время, он с тобой встречается, начинает там какие-то моменты рассказывать. И он рассказывает с такого, ну, как бы, понимания, что ты все помнишь и все знаешь. А ты уже ничего не помнишь и ничего не знаешь. И ты начинаешь опять ему задавать вопросы, и тебе самому неудобно, как это он мне там все рассказывал, а я уже ничего не знаю, ничего не помню. Поэтому Бог делает такое чудо, что Он вытирает из памяти. И ты просто нормально общаешься с человеком, как будто ты его видишь первый раз. То есть Божья благодать делает такое чудо. Поэтому не бойтесь все это делать. Конкретно было вот это, вот это и вот это. Это мучает вот это, вот это и вот это. Не могу освободиться от этого, от этого и вот этого. И простая молитва веры, молитва веры, написано, исцелит болящего. Поэтому признавайтесь друг при другом, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться и чтобы освободиться. Поэтому это служение специально предназначено для этого. Поэтому самое первое, с чем мы разбираемся, мы разбираемся с нашими грехами. Аминь. Все понятно, да? В вопросе греха. Нужно ли исповедовать все грехи? Если вы сделали что-то в вашей жизни, вы покаялись, мы верим. Мы верим, что один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек и Иисус Христос. Иоанн говорит, что если мы исповедуем наши грехи, он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправедности. Поэтому я верю, что если я согрешил, я каюсь перед Богом, признаю свою вину, кровь Иисуса Христа меня очищает. Мне не нужны никакие посредники люди, потому что у меня есть посредник Иисус. Я вырос в церкви, где нас учили, что до тех пор, пока ты не исповедуешь грех перед пастором, Бог тебе не простит. Поэтому я уже говорил, я в 11 часов тарабанил к пастору. Пастор, я хочу исповедоваться. Короче, я ему спать не давал, потому что я боялся, вдруг я усну, утром не проснусь и за грехами как же я в ад попаду. Поэтому я верю, что это неправильное учение. Правильное учение, что когда мы согрешаем, исповедуем пред Иисусом, кровь Иисуса нас очищает. Но как я вчера говорил, если в моей жизни есть вещи, события, человек сделал что-то, и он кается, просит прощения, но он не верит в прощение, он не может принять прощение, у него недостаточно веры на прощение, и он не чувствует этого прощения, и он постоянно живет с этим чувством вины. Поэтому такому человеку нужно помочь, помочь избавиться от этой вины. Вторая категория людей, которым нужна эта помощь, когда человек попал в плен, он грешит, кается, сознает, плачет, кается и опять делает, опять кается, опять делает, и уже приходит я и говорит, ты от этого никогда не избавишься, это твоя судьба, ты будешь в этом все время, ты так и умрешь. И он запечатывает человека, и он уже соглашается с этим. Вы знаете, в Ветхом Завете был такой момент, Бог говорил Израилю, я вас веду в обитованную землю, но там живут великаны, там живут большие народы, они сильнее вас. И Бог дал одно условие для Израиля, Он говорит так, вы должны с ними воевать, до тех пор, пока вы их победите. Вы никогда не должны с ними дружиться, мириться и вступать в союзы, потому что если вы будете дружить с ними, я буду воевать против вас. Если вы будете дружить с ними, я буду воевать против вас. Поэтому, когда в жизни человека есть какой-то грех или проблема, с которой он не может расстаться, но он с ней воюет, Бог на стороне этого человека. Бог слышит, помогает и милует. Но если приходит такой момент, когда человек говорит, ну все, я сдаюсь, ладно, это уже образ моей жизни, я к этому привык, и он начинает грех считать своим другом. Когда он начинает дружить с грехом, когда его обличают, он говорит, посмотри на себя, да все так живут, да все пьют, что ты ко мне пристал, да все так поступают. То есть, когда грех я начинаю оправдывать, как своего друга, тогда Бог начинает работать со мной. Бибель говорит, если бы мы сами судили себя, то не были бы наказываемы, будучи же судимы, будучи же судимы от Господа, Бог судит нас, наказывает нас, чтобы нас не судить с этим миром. Поэтому есть три вида суда. Первый суд, когда я согрешил, Господи, прости меня, я себя осудил, Бог меня простил. Второй вид суда, когда я грешу и не хочу каяться, я не хочу оставлять, мне это нравится. Тогда Бог начинает работать надо мной. Он позволяет этому греху разрушать нашу жизнь, которую мы выбрали. Просто Бог убирает руку. И грех, которому мы предаемся, этот грех разрушает нас. И Бог позволяет этому делать, чтобы мы пришли к осознанию и покаянию. И это Он делает для того, чтобы мы не погибли с этим миром. И последний суд, это когда будет суд у Белого престола. Поэтому, чтобы мы туда не попали, Бог своих детей позволяет страдать от последствий греха на земле, чтобы они покаялись. Поэтому, какой суд самый лучший? Как вы думаете? Первый суд самый лучший. Когда мы сами осуждаем себя, отрекаемся, Бог нас прощает. Слава Ему за это. Аминь. И Его цель не только нас простить, но и освободить от власти греха. Хорошо. Вторая тема, о которой мы вчера говорили, это обиды и непрощения. Вы знаете, что обиды, мы говорили, что это как нож в сердце. И часто люди для того, чтобы простить, они ищут чувства. И говорят, ну я не чувствую, чтобы его простить. У меня нет желания его простить. Вообще, прощение – это не дело чувств. Прощение – это решение воли. Я принял решение, чтобы простить этого человека. И служа людям, я видел и слышал такие истории, когда я уже думал, Боже, ну как вообще можно этого человека простить? Мы были в одной стране, и я проповедовал в собрании на тему прощения. И после собрания подошла одна женщина и говорит, я не могу простить моего мужа. Мы были с пастором Алексом Цвором вместе. И я говорю, расскажите о вашей жизни. И она рассказывает свою жизнь. Она говорит, у нее была сестра еще одна, они были как, ну, рядышком по возрасту. Говорит, папа любил мою сестру, а меня не любил. И однажды он стрелял в меня с пистолета, только не в меня попал, а в сестру попал. Пьяный был. Все деньги, которые были дома, уносил проституткам. Все, что дома было, уносил из дома. В общем, детство мое прошло в кошмаре. Потом она выучилась, ее сестра уехала в другую республику. Она жила сама, хорошая работа, квартира, вроде нормальная жизнь, симпатичная девушка. И пишет ей письмо ее родная сестра, приезжай сюда, куда-то там на север. Хорошая работа, хорошая зарплата, хорошее жилье, все классно, все чудесно, будет все нормально. Приезжать. Она бросает работу, бросает квартиру, уезжает в Сибирь, приезжает, ее сестра живет с мужчиной. И они говорят, давай, ты выходишь за него замуж, официально, и мы будем жить втроем. Говорит, вы что, ненормальные, сумасшедшие, как? Он ее насилует, женят, она остается, живут они втроем. В общем, кошмарная жизнь. Три раза он ее убивает, физически убивает, три раза. она чудесным образом просто остается живой. Вся жизнь в страхе и в ужасе. И вот мы с ней разговариваем, муж дома. Она с этим мужчиной живет, он дома. И вот она рассказывает мне свою жизнь. И я сижу и думаю, Боже, ну как? Что делать? Вот как помочь этой женщине? Как ей помочь? И я ей говорю то, что должен сказать. Говорю, вам нужно его простить. Я сам не верю, что можно все это простить. Я говорю, вам нужно его простить. Она говорит, хорошо. И мы с ней молимся. И она говорит, Господь, я его за все это прощаю. За то, что он меня насиловал, за то, что он меня убивал, за все, за все, за все. То есть она все перечисляет, за что она его прощает. Мы помолились. Она ушла. Утром приходит на следующий день. Говорит, вы представляете? Я его больше не боюсь. Мне его так жалко. Я за него молюсь, чтобы Бог спас его грешную душу. Реальное чудо. Просто реальное чудо. Решение сердца. Согласие сердца. Человек прощает. Бог исцеляет. И освобождает от страха. Одна девушка. Я проповедовал тоже в другой церкви на эту тему. Она подходит и говорит, пастор, помолите за меня. Я боюсь выходить замуж. Уже по возрасту. Скоро ребята будут предлагать, могут предлагать. А я боюсь замуж. Я говорю, ну, обычно нормальные девушки не боятся выходить замуж. Если ты боишься, значит, что-то в твоей жизни было. Она говорит, да, я уже всех простила, все нормально. И заплакала. Я говорю, нет, если ты плачешь, значит, не все нормально. Что произошло у тебя? Ну, оказалось, что дядя домогался, ее хотел изнасиловать. И вот пришел этот страх. Я говорю, давай мы сейчас будем прощать дядю. Она говорит, мне больно, я не могу. Я говорю, давай будем молиться. В общем, мы с ней согласились. Я говорю, давай, скажи Господь во имя Иисуса. Она повторяет, во имя Иисуса. Я его прощаю, я его прощаю, я его благословляю, я его благословляю. Я его отпускаю, я его отпускаю. Господь, исцели рану моего сердца. Мы помолились. Она открывает глаза и говорит, хочу замуж. Вот моментально. Хочу замуж. Одна женщина тоже услышала такую проповедь и говорит, я не могу простить моего мужа. И мы были с моей Таней, пришли к ней в гости. Мы так сидим, разговариваем. Она говорит, я не могу его простить. Он пил, гулял, изменял и потом ушел с другой женщиной, обижал ее сильно. Говорит, я не могу его простить. Я говорю, можете, только не хотите. Давайте простим. И она согласилась простить. И мы просто так сидим. Я говорю, давайте помолимся молитвой. И мы начали молиться. Господь, я его прощаю. Она говорит, я его прощаю. Господь, я его отпускаю. Она говорит, я его отпускаю на все четыре стороны. В общем, она его отпустила на все четыре стороны и сидит, смеется. Вот после этой фразы она сидит и смеется. Я говорю, что с вами? Она говорит, все. Я говорю, что все? Все ушло. Поэтому, дорогие, отпускайте всех своих обидчиков на все четыре стороны. И придет исцеление ваше сердце. Одна женщина, мы приехали в одну церковь служить. Она подошла, у нее рука была в кармане, в курточке. Я говорю, помолитесь, у меня рука сильно болит. Я говорю, а что с вашей рукой? Я говорю, у меня разрушение нерва. И боль идет выше и выше. И врачи говорят, если пойдет в голову, стану ненормальной, пойдет в сердце, умру. Помолитесь, чтобы Бог исцелил. Я говорю, ну, вам послужат, за вас помолиться, и Бог вас исцелит. И потом она возвращается после такого служения, идет, руками машет. Я говорю, что с вами? Она говорит, когда мы молились, я прощала моих обидчиков. Человек, который служил, он никогда в жизни видения не видел. Но, говорит, я увидел видение, ее рука и черный корень аж в пальцы уходит. Говорит, я увидел, как белая рука взяла, и этот корень не вынулся с ее руки. И когда корень вынулся, ее рука поднялась. Она говорит, я молилась закрытыми глазами. И когда я всех прощала, я решила попробовать, болит моя рука или не болит. Говорит, когда я начала щупать руку, я не могла ее найти. И потом, говорит, я открыла глаза, моя рука уже кверху поднята. Поэтому, когда мы прощаем, приходит исцеление. Что бы ни произошло в вашей жизни, какая бы рана ни была, какая бы боль ни была, Бог способен исцелить любую рану. Я видел, как люди прощают людей и теряли сознание от боли. И когда говорили слово, кричала, не могу, не хочу, ненавижу, ненавижу, не хочу, не могу. Мне очень больно. И когда говорила одно слово, я его прощаю. И вот она сказала прощаю и выключилась. И потом открывает глаза, глаза сияют, полная свобода. Поэтому, как бы сильно вас не обидели, страдаете вы. И исцеление нужно вам. И когда мы прощаем, мы вынимаем нож из сердца, а потом говорим, Господь, а теперь исцели рану моей души. Поэтому, очень важно, чтобы мы прощали друг друга. Вы знаете, мы с моей женой прожили 20 лет. Мы проходили такое служение. И когда мы прошли такое служение, мы там прощали друг друга. Но раньше вообще не было таких, ну как сказать, пониманий, что ли. Ну да, мы понимаем, что нужно прощать. Но чтобы это сделать сознательно, вот так вот радикально, сказать, назвать, мало кто делал. Я помню, когда еще я был юношей, у нас была такая привычка, хорошая культура христианская. Мы собирались по домам, и утром было собрание часов на 7, на 8, и вечером собрание на 6, на 7. И вот мы после утреннего собрания шли проведывать бабушек, одиноких, больных, многодетных, и целый день уходил на посещение. И потом вечером мы собирались уже на собрание. И вот я помню, приходишь к бабушке, она начинает рассказывать, кто ее когда обидел. И вот она рассказывает свои обиды, и плачет. И ты к ней в следующий раз приходишь, она опять ей рассказывает, кто ее обидел. Ты к ней опять приходишь, она рассказывает, кто ее обидел, и ты с нею плачешь, и ты ее жалеешь. И ты на тот момент не было понимания, как этой бабушке помочь. Поэтому сегодня есть очень много людей, которые живут в обидах, и гордятся обидами, как орденами. Меня там обидели, меня в той церкви обидели, меня тот пастор обидел, меня там подруга обидела, меня муж обижает. И люди живут с обидами, думая, что это нормально. Но это рабство, это боль, это слезы. От этого нужно освобождаться. Так вот, мы с Моэтаней прожили 20 лет, и однажды мы с ней сели, мы уже простили друг друга за все вещи, и решили, давай мы с тобой пролистаем всю нашу жизнь. И сознательно, вот все, что в твоей памяти осталось, неправильно, что я делал, скажи мне, я попрошу прощения. Все, что в моей памяти относительно тебя, давай я скажу, ты попросишь прощения. И мы пролистали всю нашу жизнь, и мы просто вынесли все на свет, и мы попросили прощения, простили друг друга, закрыли, и все прошлое было, а мы это кровь Иисуса Христа. И потом мы с ней лежим, я говорю, Тань, ты меня любишь? Люблю. 20 лет браки. Я говорю, выходи за меня замуж, с удовольствием. Говорю, значит, воскресенье будет свадьба. И мы сделали, какая 20 лет свадьба, не знаю какая. Я своему старшему брату говорю, Виктор, давай, помолись за нас, благословишь. Мы купили корзину цветов, нас брат благословил, дети принесли эту корзину, нас поздравили, и у нас родился Марик через 13 лет. Классный сын. Поэтому, вы знаете, наши обиды, они разрушают наше семейное отношение. И хорошо, когда муж с женой могут сесть и откровенно обо всем поговорить. Хорошо, когда они это делают сразу, не отходя, как говорят, от кассы. Разошел конфликт, попросили прощения, простили и пошли дальше. Но если этого никогда не было, то правильно, когда муж с женой сядут и смогут поговорить, выяснить отношение, не доказывая, что ты виноват, а признавая свою вину и согласиться услышать то, что тебе будет говорить твоя жена и то, что тебе скажет твой муж. Услышать, если это его ранило, попросить прощения. Потому что то, что мы делаем в наших глазах, кажется, ну что тут такого сказал, ну подумаешь, сделал, ну подумаешь там. И мы собираем эти боли, носим эти ноши и потом между нами огромная стена. И мы не можем докричаться друг до друга. Поэтому очень важно, чтобы наша жизнь была во свете и не осталось никаких проблем. и как я вчера говорил, что книга Захарии написана «Отчего у тебя рубцы на руках? Меня били в доме любящих меня». Вы знаете, сколько болей в сердцах наших детей? Иногда мы думаем, что я папа, я имею право, я мама, я имею право, я имею право крикнуть, я имею право ударить, я имею право. Когда мы все это делаем во зле, это не воспитание. Когда мы бьем наших детей во зле, мы их избиваем, это не воспитание. Когда мы кричим на наших детей, это не воспитание. Когда мы избиваем или обзываем наших детей, это не воспитание. Это то, что ранит детей. Однажды я читал одну историю, дочь убежала из дома, и папа пришел к пастору и говорит, пастор, моя дочь сбежала, не хочет возвращаться домой. Я не знаю, что делать, она не хочет ни разговаривать, ни домой идти. И он нашел эту молодую девушку, которая была подростком еще, и она рассказала свою боль о папе. Какой папа жестокий, невнимательный, бьет, оскорбляет и так далее. Она много чего рассказала, и говорит, я не хочу идти домой. И он встретился с отцом, и говорит, вы хотите, чтобы ваша дочь вернулась домой? Хочу. Говорит, позвольте ей две недели говорить все, что она хочет. Не перебивайте и не останавливайте. Позвольте ей сказать все, что она хочет сказать. Он говорит, ну я с ума сойду. Он говорит, ничего, это тебе нужно услышать. И он согласился. И когда дочь вернулась домой, когда она начала рассказывать папе все, что ее болит и как она о нем думает, папу это рвало на части. Но он держал себя. И когда прошли две недели, он что-то понял. Он услышал, наконец, свою дочь. Он понял, что не она такая вот негодная, непослушная и бунтливая. А то, что причина ее, такого отношения, это его отношение. Это нормально, когда в нашей жизни мы можем просить прощения у наших детей. Потому что мы не всегда бываем правы в наших чувствах. Меня били в доме любящих меня. Ребенок, когда он маленький, он очень открыт, он очень доверчив. И он ожидает любви. И когда родители его наказывают, кричат на него. Ребенок прощает своих родителей, но он живет с этим чувством виновности. Эти слова, которые родители говорят в жизни ребенка, они формируют его представление о себе, самооценку. Поэтому, если вы слышали, вот как евреи говорят о своих детях. Слышали, как евреи говорят? Ты умничка. Ты самый лучший. Ты профессором будешь. Ты инженером будешь. Ты логером будешь. Ты богатым будешь. А как славяне говорят о своих детях? Тупой, как в сибирский валенок. Бестолочь. Руки у тебя откуда выросли. То есть, сколько вот негативных слов слышат наши дети. И потом мы удивляемся поведению наших детей. Поэтому наши слова, они или созидают, или разрушают. Каким ты хочешь видеть своего мужа, вот так ему говори. Не так, как ты его видишь сейчас, а таким, каким ты хочешь его видеть. Вот так к нему относись и так ему говори. Какой ты хочешь видеть свою жену, вот так ей говори и так к ней относись. Не так, как ты сейчас видишь, а как ты хочешь ее видеть. Поэтому, когда ты говоришь эти слова, ты сеешь в его сердце, в ее разум, посев. И эти слова будут формировать его. Поэтому, то, что мы говорим в жизни наших детей, эти слова их формируют. Такими они вырастут. И такими они себя будут видеть. Вы знаете, что самое первое представление ребенка о себе, ребенок получает от папы. Как папа говорит о ребенке, так он себя будет видеть. Поэтому, когда папа говорит своему сыну, ты молодец, ты сильный, ты умница, ты вырастешь, ты мужественный. Я горжусь тобой. Ребенок вырастает таким. Когда папа говорит доченьке, доченька, ты принцесса, ты красавица, я люблю тебя. Ты у меня цветочек в моем доме. И тогда дочь имеет правильную самооценку, что она красивая, что она умная, что папа ее любит. Тогда она раскрывается, весь ее потенциал раскрывается. Но когда папа говорит дочери уродина, пусть весь мир скажет, что она красавица. Она будет знать, что она уродина. Поэтому слова отца имеют колоссальную власть. Все наши дети, они нуждаются в нас. Они нуждаются в нашей любви. Они нуждаются в наших словах. Мы когда-то были маленькие, мы в этом нуждались. Даже Иисус, который только вышел на служение, Божий Сын. И когда Он вышел с Иордана, Отец с неба сказал, Сын мой, я тебя люблю. Даже Иисус в этом нуждался. Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Поэтому наши дети нуждаются в нас. Очень важно, когда мы правильно реагируем на то, что наши дети делают неправильно. И когда они пытаются сделать что-то правильно, вдруг они сделали какую-то ошибку. Я часто привожу такой пример. Представляете, женщины, вот вы ходили возле магазина, и там классное платье, дорогое. И вы так хотели его купить, но слишком большая цена. И потом вдруг раз, скидочка, и вы решили купить это платье. Вы пришли домой, положили на кровать, чтобы померить. Забегает ваша доченька и приносит чашечку кофе. И на ваше платье. Мама, люблю тебя, тебе кофе приготовила. И кофе так раз. И на ваше платье. Какая будет ваша реакция? От того, какая будет реакция, такие будут ваши дальнейшие отношения. Если вы накричите, нашумите, накажете, она вам больше никогда кофе не сварит. Никогда. Но если вы закроете глаза на ваше платье, все равно уже ничего не сделаешь. А увидите, что она хотела вам просто сделать кофе. И скажете, доченька, спасибо тебе за кофе. Всю жизнь мечтала, что ты мне когда-то кофе сваришь. Как вы думаете, она будет вам еще кофе варить? Будет. Так вот, наша реакция, она или разрушит наши отношения, или построит наши отношения. У меня немного было таких моментов в жизни, которыми я могу похвалиться. Но парочку было. Я знаю, в моей жизни было очень много неправильных вещей. Потому что, знаете, как говорят, как видел в доме отца, так и делал. Поэтому как меня воспитывали, так и я пытался воспитывать. А потом, когда повзрослел, начал книги читать, понял, что не все было правильно. И были моменты, когда я просил прощения у своих детей за свои неправильные поступки. Я помню один такой момент в жизни, когда мой старший сын учился ездить на машине. Нам подарили первую машину, это с фунералхома. Это была его первая машина, такая большая, с будкой, не в будкой, а такая, с фургоном. Это была первая машина. В общем, он ее докончил. Докончил, все, отгнали эту машину. Потом у меня была Ниссан Максима. И однажды он уезжает, приезжает, фонарь разбит. Говорит, папа, понимаешь? Говорит, ну, конечно, понимаю. Я же не виновен. Дети разве бывают на дороге виноваты? Они же не бывают виноваты. Потом приезжает, там еще что-то разбито. Потом звонит, папа, приезжай. Приезжай, у нас тут возле Биг Джейса. Машина на дереве стоит. Там вытекло все, трансмиссия, все выпало. Что случилось? Ну, понимаешь, выехал. Говорю, понимаю. В общем, все, отправили мы машину на Джанку. Купил он у Жени машину тоже, Ниссан Максима. Уехал, приезжает домой с женой. Говорю, а где машина? Говорю, а где машина? Представляете, за несколько месяцев вот три машины. Ужас, да? Нет ужаса. И вот я чувствую, что сейчас что-то будет. А я, благо, что я услышал проповедь одного пастора. И он говорил, что он жил в Киеве. Там несколько раз его квартиру ограбили. И когда уже последний раз он пришел, и там пустая квартира, он пришел со своей командой, и полностью пустая квартира, всю мебель унесли. И дьявол говорит, все, бросай и уезжай. И он говорит, я просто начал танцевать и славить Бога. И это мне помогло успокоить свое сердце. И вот я слышал эту проповедь. И вот этот момент, когда я чувствую, что со мной что-то происходит. Вся семья в сборе. И у нас там стоял музыкальный такой аппарат. Я включаю музыку и начинаю танцевать. Мои решили, что у папы крышу сорвало уже все. А я это делал, чтобы не сорвало. Я там попрыгал, наверное, пару минут. Подошел, обнял. Я говорю, сын, все нормально. Для меня это было необычно. И для него это было необычно. И потом мы с ним едем. И заезжаем в иншурненственную компанию. У меня был еще автобус. Мы заезжаем в компанию. Папа, ты куда? Я говорю, сейчас приду. Я поехал и вписал его в свое палосе. Сажусь. Он говорит, папа, что ты сделал? Я говорю, ну, вписал тебе в иншурненцию. Зачем? Это же будет так дорого. Я говорю ему, сын, я хочу, чтобы ты знал, что все мое твое. И он заплакал. И я заплакал. И вот именно вот этот момент. Он что-то сделал в наших отношениях. Сейчас мы с ним классные друзья. Мы можем с ним говорить обо всем. У нас очень хорошие отношения. А вот в тот момент, из-за той машины, я мог разрушить наши отношения на всю жизнь. Поэтому вот этими вот моментами пользуется дьявол, чтобы разрушить наши отношения. И наши слова или принесут исцеление, или принесут разрушение. Поэтому очень важно правильно на все реагировать. Если было неправильно, правильно прийти и сказать, сын, прости, я был неправ. Папа был злым. Прости, папа был жестоким. Прости, папа тебя избивал. Прости, мама на тебя кричала. И это нормально. Тогда дети понимают, что это правильно просить прощения. Есть родители, которые никогда не просят прощения у детей. Они считают, что они всегда правы. И я считаю, что это неправильно. Поэтому мы должны научиться просить прощения. У мужа, у жены, у детей, у всех, кого мы обидели. И это правильно просить прощения. И это правильно прощать всех, кто обидел нас. Иисус говорил о том, что когда вы стоите на молитве, прощайте. Он говорил, если принес дар твой к жертвеннику, и вспомнил, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди и примирись с братом твоим. То есть, если ты знаешь, что ты виноват, пойди примирись. Вторая сторона. Если согрешит против тебя твой брат, пойди и поговори с ним. То есть, за наши отношения ответственный я. Я не должен ждать, что он ко мне придет. Если он виноват, я иду к нему. Если я виноват, я иду к нему. Поэтому Бог возложил ответственность на каждого из нас за наши отношения. Чтобы мы не могли оправдать себя, он не пришел. Бог говорит, я тебе сказал, ты должен пойти. Но он меня обидел. Пойди ему скажи, что он тебя обидел. Но я его обидел. Пойди попроси прощения за то, что ты его обидел. Поэтому мы ответственны за то, чтобы наши отношения были правильные. Мне еще однажды был с дочкой тоже такой интересный момент в жизни. Она училась в университете, орала Робертса. И она получала скаларшип. И уже пришло лето, уроки закончились. И она вдруг узнает, что она больше не имеет скаларшипа. И она понимает, что ей нужно вернуться домой. И она осталась на летние уроки некоторые. И я ей звоню в среду. Нет, я звоню в субботу. У нее целая неделя экзаменов. В следующую субботу она должна вернуться домой и уже не возвращаться в университет. И я ей звоню в субботу. Она говорит, папа, такое состояние ужасное. Все друзья уехали. Скаларшипа не получила. Надо ехать домой. Ни с кем не попрощалась. Такая нагрузка. Так тяжело. И вот она плачется в трубку. Ну, я выслушал. Говорю, ну, ничего, Олечка, все будет нормально, все хорошо. И приходит такая мысль от Господа. Я покупаю билет на самолет на среду. И узнаю у ребят, где ее можно найти. И прилетаю в среду в Оклахому. Нахожу ее в ресторане. Она там с девчатами уроки делает. И я захожу в ресторан. Она так задом ко мне сидит. Там еще две девочки. Я подошел сзади, купил букет цветов. Подошел. Дал ей цветы, поцеловал ее. Она как вскочит, как загорет. Папа, что ты тут делаешь? Я говорю, приехал пригласить тебя на свидание. Она все бросила, мы с ней поехали. Там в каком-то ресторане покушали. Потом пошли, там какая-то речка высохшая. Там погуляли. За 20 минут она рассказала всю свою жизнь. Своих планах, своих целях. Я так понял, как немного нужно нашим детям. Но от этих маленьких вещей строятся наши отношения. Одна неправильная фраза может поломать наши отношения. И один правильный поступок может исцелить наши отношения. Поэтому очень важно быть внимательным к отношениям. Если в нашей жизни мы были ранены родителями, папами, мамами, необходимо простить. Вы знаете, я верю, что наши родители делали и давали нам самое лучшее, что они могли. Как они понимали, как они верили, как они выросли. Они делали самое лучшее. Поэтому мы, как родители, тоже пытаемся делать самое лучшее. Мы думаем, что это правильно, но не всегда то, что мы думаем правильно, но правильно. Поэтому очень важно, когда мы способны прощать. Прощать людям их согрешения. Вот интересно, вот сегодня подошел ко мне один брат и говорит, и обратил внимание, Иисус говорил притчу о должниках, что одному хозяину, один хозяину должны были 10 тысяч талантов. И хозяин ему простил весь долг. 10 тысяч талантов – это нужно 3 жизни прожить, чтобы заработать такие деньги. Кто-то считал. И хозяин ему все простил. И потом он вышел, нашел товарища и не захотел ему простить 100 динариев. 100 динариев – это третья часть годовой зарплаты, потому что наемники зарабатывали динарии в день. 100 динариев – это третья часть годовой зарплаты. И он не захотел простить ему. И посадил его в темницу. И когда хозяин позвал его, он ему сказал, «Злой раб, весь долг я тебе простил». И так как ты не захотел простить ближнему, весь долг, который я тебе простил, я тебе опять его возвращаю. И ты будешь сидеть, пока ты не вернешь все. То есть я опять возвращаю тебе все, что я тебе простил. Иисус говорит, «Так поступит с каждым Отец Небесный, кто от сердца не простит брату его согрешения». И он говорит, это реально или нереально? Я говорю, это очень страшно, если это реально. Представляете? Вот ты пришел к Богу, и Он просил тебе все грехи, а ты не хочешь прощать. Бог говорит, «Хорошо, я тогда все твои грехи верну тебе обратно». Ты хочешь этого? Правда, мы не хотим. Поэтому мы прощаем, потому что Бог нам сказал прощать. Второе, мы прощаем, потому что мы от этого страдаем. Мы прощаем, потому что эта боль разрушит нашу жизнь. Поэтому нам нужно всех прощать. И в этом наша свобода. Аллилуйя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...